Зима у нас малоснежная и очень теплая. В связи с этим, не досчитаемся ли мы частью урожая? Нет ли такого опасения? И вообще, в принципе, чем нас удивит отрасль АПК в этом году? Мы привыкли, что то теплицы у нас, то сады, то миндаль. Чего нам ждать в этом году? Спасибо. Знаете, вот прям вы по-больному говорите, потому что мы смотрим сегодня. На самом деле у нас очень сложно с запасом влаги в метровом слое. И видим сегодня все эти риски. Но, если вы заметили, в этом году, когда я говорил о новогодних поздравлениях, я всегда начинал с сельского хозяйства, потому что 2018 год у нас начинался так. Мы посеяли практически без влаги. И мы все очень тревожились о результатах 2019 года. Но труд, в первую очередь труд и знания наших сельхозпроизводителей позволили нам опять гордиться результатом, увеличением объема производства. Я не хочу сказать, что мы на это уповаем. Но я хочу сказать, что сегодня в сельском хозяйстве настолько грамотные люди и трудолюбивые работают, что они даже в столь сложных условиях вытаскивают урожаи на уровень, ну, не знаю, там, не хуже, чем... У нас самый лучший урожай был, по-моему, 10-800. Мы в этом году, в прошлом году 9-600. То есть мы потеряли всего лишь 1,2 миллиона тонн. Поэтому это хорошие результаты. Но если говорить про то, что планируем. Программа миллиарда у нас должна была закончиться с 40 тысячами гектаров. Мы сейчас хотим, очень сильно хотим 100 тысяч гектаров. К этому каждый день идем, каждый день подталкиваем друг друга. И я уверен, что это станет хорошим стабилизатором или хорошим балансом, там, или буфером для нашего сельского хозяйства. Мы давно уже такими цифрами не мерили нашу миллиардацию. А сегодня этим путем каждый день, каждый день идем. Если говорить, чем будем удивлять в 2020 году, мне бы очень хотелось, чтобы наше направление, связанное с ягодами, продолжено развиваться. Клубника появилась. Дальше очень хочется голубику, ежевику. Ягодное направление точно нужно развивать. И точно нужно его добавлять. Но там есть ограничения, потому что поддержка теплиц у нас инвестиционно кончилась. И здесь, конечно, придется или за собственные средства, или с банками договариваться на долгие кредиты, что тоже не очень просто. Или под собственной гарантией нужно будет. Конечно же, продолжение истории хлопка в этом году мы увидим. Но уже мы подошли к черте, когда объем производства хлопка нам не позволяют просто так отдавать хлопок сырьем. А нам необходим завод по джинированию, дальше завод по производству нити. И тут одно за одним и до ткатских производств надо доходить уже. Потому что сейчас мы отдаемся в Камышин фактически. Да, неплохо зарабатываем, но можно и себе хороший заработок иметь путем оставления добавленной стоимости все на территории. Поэтому, конечно же, это будет таким вызовом серьезным. Ну и, конечно же, в конце этого года, если говорить о сельском хозяйстве, очень бы хотелось увидеть новые породы наших овец. Мы очень сильно боремся за этот рынок. Мы видим сегодня экспортные способности мяса баранины Ставропольского края. Они очень огромны. Поверь, сегодня мясо не так просто уже нам даже становится купить. Поэтому здесь, конечно же, для нас большой вызов. Ну, а если не к новому, все-таки то, что я всегда говорю, молоко и мясо должно расти. Мы переломыли тренд, выросли на 1% по производству молока. Но 1% – это какая-то цифра, наверное, не для Ставропольского края. Мы дальше продолжим поддержку производств молочных. Сегодня Калиновскую ферму до конца запустили. Сейчас планируем здесь под Ставрополь еще одну ферму на 3 тысячи голов ставить по производству молока. Собственный молокозавод еще один запустили. Поэтому эту тему будем также развивать. Продолжение следует...